Это город Лотс. В средние века через него проходил главный путь в Палестину. Это ценнейший памятник эпохи крестовых походов, хотя теперь его не так-то просто найти. Расположенный в стороне от главных дорог и больших городов, а также вдали от крепостей и крестоносцев, он самой своей архитектурой напоминает нам о могущественном Байбарсе и его свершениях. Это мост Байбарса. С тех пор, как он был построен, прошло почти 700 лет. Невероятно, но по нему и сейчас можно передвигаться. По нему открыто автомобильное движение. Он был построен под личным руководством Байбарса. На нем сохранился его знак — Лев. Этот символ здесь, на востоке, можно увидеть на многих мостах и сооружениях, относящихся ко времени правления Байбарса. Может, он не выглядит сегодня так уж впечатляюще, но такой непритязательный мост имел огромное стратегическое значение для султана. До Байбарса ни одному правителю не приходило в голову, что всем востоком можно управлять из Египта, поскольку владения были разбросаны на очень большой территории. Байбарс понимал это и потому направил огромные средства на строительство инфраструктуры. Прежде всего, мостов, подобных этому, и дорог. Оставаясь на месте, он мог довольно быстро связаться с любым пунктом своего государства. Он создал почтовую службу, известную как Борит, которая с помощью эстафеты специальных гонцов и элитных всадников могла быстро передать любые сообщения. Заброшенный и забытый сейчас этот мост был важнейшим стратегическим пунктом в государстве Мамилюков при Байбарсе и обеспечил султану немало побед. Когда 200 лет назад движение крестоносцев только начиналось, исламский мир был в растерянности. Внутренние раздоры и междоусобицы делали его слабым. Первый крестовый поход и большая часть священной войны велась против врага, парализованного внутренними растами. Но Байбарс с помощью силы объединил мусульман и построил мощное государство. После этого у ислама появилось все для победы в войне за святую землю. И конечно они разрушили немного...